Ну, вы гляньте на этого засранца. А? Я тут спортом занимаюсь. Да? Вот так вот. Раз. Вниз. А он тут нападает. Два. Я думаю, искала, не могла найти вот эту резиновую штукерацию. Перерыла всё. Муж говорит, возьми моё. Взяла его. Начала заниматься. Смотрю. Товарищ пришёл. Да? Товарищ? Имейте совесть. Вашей хозяйке прописали спортивные упражнения. Да? Спортивные упражнения прописали. А вы чем тут занимаетесь? А? Спортсмур ужасный. Вот он злодей. Слушай, наверное, точно ты вытащил этот самый? Не могу найти старый. Фоксик. А, Фоксик? Не совесть. А, Фоксик. Ядрюньте, ядрюньте, это ушастая. Спортсмен ушастый. Закрутила специально, чтобы не достал. Ладно, чтобы не достал. Ты моя, ты спортсменка. Спортсменка, красавец. Кам самок. Да, ты ревнуешь? Мы, скажи, тюксик, на ваши спортивные достижения смотреть не хотим. Заныкался. Ждёт, чтобы верёвочку потянуть. А ты чего тут? В загашнике, в темноте, в тени. Да, в тенючке. Что ты, му? Котики должны говорить мяу, а не му. Красавец ты мой. Отсвечивает ушастый. Да? Отсвечиваешь? Правильно. Скажи, пятками свечу. Ну, с добрым утром. Ещё добрым. Еду на работу. Как говорится, зарекалась, коза, что-то там не есть. Ну, вот и я зарекалась. Короче, случилось, как что-то, что-то серьёзное случилось у моей напарницы. Звонит, чуть ли не плачет. Говорит, ты не знаешь, кто может выйти поработать. Но я ж по голосу-то слышу, что... Вот. Ну, короче говоря, я говорю, ладно, я сейчас приеду. Мне сегодня на три часа, сейчас вот двенадцать. Завтракаю в полёте. Не знаю, что, но она говорит, да подожди, может кто-то другой может приехать, потому что смена будет длинная. Я думаю, что никто не приедет, потому что вчера была отмечалки дня рождения. Начальство. То они все. Ну, вы поняли. Это мне так быстренько прочитало всю ситуацию. Если кто может и прийти, то только эти самые. Экстравакт. Ну, думаю, и они не придут, потому что никто не захочет раньше времени. Я нужен хобот. Хобот-вакт это главный. Ну, как бы старший сменщик или как вот важный. Главный. Главный в смене. Я собралась и поехала. Погода сегодня шикарная. Туман. Солнце. И я с мандарином. Завтрак в полёте. Так я назову. Завтрак в полёте. Потому что поесть уже ничего не это самое. Выпила мои таблетки от давления. Остальное взяла. Остальную гость взяла в карман. Буду пить по мере необходимости. Остальную гость взяла в карман. Дождик пошёл. Дождик. Замечательный дождик. Льётся и льётся. Дождик замечательный. Такой мокренький. Погода сказочная. В такую погоду только спать и спать. Правда, я зараза кофе напилась. Чтоб на ногах стоять. Не надо. А то, наверное, всё-таки... Усну я сегодня поздно. Зато завтра могу сдавать на пожарника. Как говорится, в три часа по полудни. Я проснусь. А то, может, и позже. Нет, раньше коты подымут. Жрать захотят. Это как... Я в последнее время возвращаюсь домой в вечернюю смену. Можно сказать, полодиннадцатого ночи. Ну, полодиннадцатого. Заметила такую одну интересную особенность. Уже народ начал экономить на электричестве. Если раньше проезжал мимо, там везде свет горел во всех окнах. Везде-везде. Сейчас вон там вот чуть-чуть, там чуть-чуть. Ну, тут прям очень много света. Наверное, богатые люди живут. Вот, у нас свет горит только в прихожей. Ну, вернее, в прихожей, а на веранде. И ту уже поставили такую лампочку с сенсором. Если ты движешься, свет загорается. Если не движешься, свет не загорается. Вон тоже одна лямпочка и все. Я уже несколько дней езжу. Думаю, блин, ну вот так вот темно, вспоминая вот Польшу, когда ехала. Сколько там, энное количество лет назад темень невероятная. Ну, смотрю, уже и Норвегии начали экономить. Притом очень сильно. Сидят, как говорится, пользуются светом там, где вот в данный конкретный момент. Ну, допустим, здесь всегда все светилось. А тут раз, два, три, вон, четыре каких-то, два окошка и три лампочки на улице. Чтоб не убиться, переходя из одного дома или к сараю, или к гаражу. Раньше с горочки спускался с этой, и свет впереди, и все этот самый был. Абсолютно все было утыкано, потому что там очень много этих самых домиков. И все было просто утыкано. А сейчас вот там три штуки сверху. Ну, этот дом, недавно его построили, может, пару-тройку лет назад. Вот этот там, где смотрится как пирамидка. А вот там еще два окошка. Вот здесь как бы еще немножко светится. И все. Все, это практически ничего нигде нету. Сколько тут вообще? Там лампочка, там две лампочки, там одна маленькая, там маленькая. Ой, слушайте, как наса. Вот я сегодня зашла, женщина и говорит, ой, я забыла выключить свет в туалете. Ну, это, наверное, богатие. Много света в домике. Вот, она, значит, вышла из туалета. О, я забыла это самое, забыла выключить свет. Сейчас я вернусь. Я, значит, кричу ее в свет. Большое спасибо. А ведь все, я, говорит, нас, они нас приучают. Я говорю, да. В общем, с одной стороны, вроде как смешно, да. А с другой стороны, дрессируют на первый, второй. Включил, выключил, включил, выключил. Он тоже сосед. Практически это самое, на веранде одна и там, возле животных одна. Да, в общем, народ сейчас поддается дрессировке. Потому что цены такие на электричество. Что еще немножечко, я так думаю, будем кипятить воду на костре, на дровах и мыться в этом самом, не пользуясь электричеством на свечках. Ну, блин, слушай, ну вообще, конечно, и смех, и слезы. Но народ дрессирует прям кнутом. В некоторых странах, в некоторых странах, кнутом дрессируют. А в некоторых странах, денюжку, так сказать, вытягивают. Да, то ли еще будет, ой-ой-ой. Да. Ну, вот практически всю дорогу еду. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. А раньше все горело. И ехал вот мимо, как бы видел все это самое. Душа радовалась так красиво. Погодонечки. И плюс ко всему еще я хочу сказать, вот в северных народах. У меня сегодня практически подкаст. Северные народы, здесь принято, что в окне обязательно должен быть какой-то свет. То есть, как бы, если что-то случится, то путник может прийти к тебе и попросить помощи. Вот он видит этот огонечек, и, значит, это самое. Чапает в сторону этого огонечка. Я когда приехала сюда, это много лет тому назад, для меня это было большое удивление. Потому что, вот, кстати, один, один, один. Ой, кто там был? Лиса была. Лиса пробежала. Здесь вот тоже один огонечек. И для меня было очень удивительно, потому что ночью едешь, или поздним вечером, ну, короче, в темноте, и там огонечки, там огонечки, и так вот это все душу греет. Я потом спросила у мужа, я говорю, а почему вот столько вот маленьких таких огонечков, которые вот, ну, как бы, они и не яркие, но вроде как и видно издалека. Он говорит, потому что вот так и так сложилось, потому что очень редко где были дома, очень редко где, ну, то есть, если какой-то путник там чапал в город или из города, и вдруг темнота его, ну, как бы, заставала в темном лесу, то он мог подойти к любому дому. Ну, и, ну, по идее, должны были оказать приют. Вот. А сейчас с таким электричеством будешь чапать и чапать. Только эти самые отсвечивают вот эти палочки. Хоть как-то светится, и то отражается. Отраженным светом светится. Так что даже я смотрю, что норвежские северные традиции из-за электричества чувствую, будут тоже меняться. Вот здесь вот всегда очень ярко было вот после этого домика. А сейчас вон только одна лампочка, и в одной комнате свет горит. Здесь много было, но здесь пока еще как бы держится. Здесь еще держится. Наверное, богатые люди живут. Сейчас будут все по этому самому. По количеству электричества возле дома. Будем знать, кто богат, а кто не очень. А кто весьма расточителен. Ох, и смех, и слезы. Ну, вот честно. Честно-пречестно. Я все время вспоминаю, если так и дальше будет продолжаться, то мы вернемся в эти во времена средневековья, когда нас на голову будут нам выливать помои. Здесь отражается. Тут тоже вот немножечко в основном такие лампочки на улице, чтобы не убиться. темень, 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 и темень. Какой страшный звук. В общем, пора доставать мы эти лампочки на солнечных батареях. Будем экономить. Фоксик, бежи. Ясю. Ой, ты еще мяусю. О, да? Ты меня встречаешь? Вот так вот. Встречает. Даже несмотря на что такой большой дождь. Че ты мяу? Че ты мяу? Пойдем. Пойдем уже домой. О, серебрится. Не знаю, видно на шкурке или нет. Капельки. Капельки, капельки. Ты моя, ты капелька рыжая. Пойдем домой. Пойдем. Коровы опять орут. Пойдем. Пойдем, мой золотой. Пойдем. Вот у нас там две лампочки горят. Да. Вот так вот. Ой, рыжий кот бежит. Ой, ты мой золотой. И вон там еще лампочка. Так что сплошная экономия. И то они это самое на движение срабатывает. А ты мяу. Все ты мяу. Еще ты мяу. Все ты мяу. Тебе же вон люк есть. Да, люк там есть. А ты мяу. Давай. Заходи. Да, люк. Может, он захочет пить немного? Он немного болит в носу. Он не болит в носу? Нет, он не болит в носу. Он просто не болит. Да. 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 Мы должны пить? Или не должны пить? Да. Мы должны пить? Нет. Без кондиции. Без кондиции. Беги лавре. Лавре. Ну, чем не сова, а? Тёсик. Пёс-пёс. Силуэт такой же. Такой же силуэт. Я ещё. Прям на уголочке. Заложники по неволе. Вот у меня тут тёсик. Вот там у нас Фоксик. Нас дождь капает. Я так навожу порядки в приусадебном, так сказать, этом самом. И они тут со мной. У нас дождик. Такая гадостная погода. Это я. Дождик. Дождик. Льётся. Я так немножко кое-что тут поделала, а то всё. И эти два пупсика вылезли со мной. Заложники по неволе. Всё ты, мяу, иди домой. Холодно и мокро. Маленькие рыжие котики не должны сидеть на улице в такую погоду. Да, не должны. Дуй в дом. Давай. А я сама потихонечку наведу порядки. Без твоего присмотра. Я честно всё хорошо сделаю. Честно, честно. Дождик усиливается. Мне нужно освободить багажник. Муж должен поставить это самое. Сделать. Господи, сделать, поставить. Освободить багажник, чтобы туда поставить зимнюю резину. И он на днях должен её поменять. У меня на машине, да и у него на машине. Вот. Поэтому надо, чтобы все восемь колёс туда влезли. А я вечно со своими плавательными этими самыми устройствами. То купальники, то куча полотенец, то куча тёплой еды, носки. Ну, в общем, уже практически разгребла. Вот, правда, дождь неудачно начался. Вот. Вот такая тут у меня мусорка из тёплых вещей. Сейчас буду буду разбирать. Фоксик возле меня. Наслаждается мокрой погодой. Так же, как и я. Сидит. Лежит. Скажи, я тебя не оставлю, да? Не оставлю. Котики же не любят, когда мокрый. Ох, не любят. Ну, наверное, хозяйку любят больше, чем дождь. Утимый зелатой. Продолжение следует...